В деталях нерядового происшествия, которое взбодоражило весь Хабаровск, сейчас разбирается краевая полиция. Ночью в городе развернулась настоящая спецоперация по поимке бурого медведя. Животные замесили граждане и вызвали полицию. Погоня длилась полтора часа. Разверенный зверь ворвался сначала в крупный торговый центр и устроил там настоящий погром, а затем оказался в детском саду. Пришлось применять оружие. Подробности в репортаже Руслана Бекбулатова. Разгуливать не просто по улицам, а по магазину. Стереотип о медведях в России этой ночью превратился в реальность. Дикий зверь с разбега выбивает сразу два стекла. Сотрудники магазина оказались буквально в метре от опасности. Звук битого стекла. Пошла посмотреть, что там происходит. Вот, все сотрудницы. Когда возвращаюсь назад, уже кричу, медведь в здании, все в подсобное помещение. Они его не видели, они бежали все просто на мой крик. Они еще долго прятались в подсобке и спасались успокоительным. Все, что угодно можно было ожидать, только нет. Конечно, ступором был несколько секунд. Просто, просто, ну это просто мы не ожидали такого увидеть. Это был просто шок. Все это время бурый медведь в панике ищет выход. Крушит все на своем пути. Оставляет следы собственной крови на стеклянных витринах. Двери главного входа сработали автоматически. И выпустили дикого зверя прямо на оживленной улице Хабаровска. Лишь каким-то чудом никто не пострадал. Андрей! Андрей, отъезжай! 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 Андрей! Сразу девять экипажей ДПС устроили погоню за животным. Сначала даже пытались выгнать его обратно на другой берег Амура, откуда он и приплыл. Но испуганный зверь бежал мимо спортивного комплекса, через автомобильные дороги и жилые массивы. Камера видеонаблюдения зафиксировала, с какой скоростью перемещался медведь и с какой легкостью открыл металлические ворота. Это центр большого микрорайона в Хабаровске. Невольными свидетелями двухчасовой погони за медведем, прямо среди многоэтажных домов, стали сотни местных жителей. А закончилась она здесь, на территории детского сада. Его забор стал своеобразной клеткой. Его ворота закрыли, и зверь оказался в ловушке. К детскому саду съезжаются сотрудники ОМОНа, вооруженной снайперской винтовкой. Они принимают решение убить зверя. Его поведение становилось все агрессивнее и опаснее. Звучат выстрелы, и медведь больше не подает признаков жизни. Если бы он вышел отсюда и покинул эту территорию, вот этого, скажем так, большого вольера, то, ну, так как граждан было очень много, ну, было предпринято все-таки решение его ликвидировать. В Хабаровском крае медведи и раньше выходили к людям. Только в этом году зафиксировано около 30 случаев. Как правило, это происходило в таежных населенных пунктах. Но такого бесцеремонного вмешательства в жизнь человека здесь еще никогда не было. Руслан Бекблатов, Алексей Шиян, Вячеслав Лукашенко, Первый канал, Хабаровск.